Приветствую вас. Сначала мне бы хотелось немножечко поговорить о ревности в целом. Ревнует человек тогда, когда у него есть, во-первых, неуверенность в себе чем-либо, и во-вторых, когда человек хочет, чтобы что-то принадлежало только ему. И это вот чувство собственничества, оно призвано нести компенсирующее значение. То есть мы собственники, потому что мы хотим, чтобы что-то принадлежало только нам, и через это желание мы пытаемся самоутвердиться в чем-то за счет вот этого человека. Соответственно, ваша ревность вызвана вот этими моментами. Если вы не уверены в себе, то, соответственно, нужно подумать в чем. Вы не уверены в себе, как и родители. То есть вы говорите, что вот мы сможем там, не сможем так развлекать свою дочь, как это делает бабушка, да, и как это делает дедушка. Правда заключается в том, что вы, в общем-то, и не должны этого делать. То есть вы со своим мужем даете своему ребенку то, что вы можете, то, как вы можете, и вы даете это ребенку в контексте той линии поведения, той направленности, в которой у вас есть. Ребенок, отличный от бабушки и дедушки, у вас не гостит. Ребенок живет с вами постоянно. И именно поэтому, потому что он не гость, у вас к нему такое отношение. А у бабушки и у дедушки другое отношение. Потому что они видят в ребенке что-то другое. Они видят в ребенке, например, возможность понячиться с ним, ну, с ней, с девочкой. Они видят в ребенке возможность побыть родителями, как они когда-то были родителями вам. Но это нельзя отбрасывать со счетов. И поэтому необходимо четко понимать, что у бабушки есть свои причины так себя вести не с девочкой. А у вас есть свои причины, и каждый дает то, что может. Ну, например, вы ребенку даете что? Чтение, духовное развитие, как я понял. Ну, в общем-то, приверженность к семейным ценностям и так далее. Разве это не прекрасно? Разве это не здорово? А дедушка и бабушка, по-моему, дают ребенку что-то другое. И это тоже хорошо. Другое дело, что ребенок, или того, что бывает там, редко, скорее всего, при вашем правильном воспитании будет воспринимать то, что происходит, скорее как, опять же, проявление гостевого визита. И в этом, из-за вас повторюсь, нет ничего дурного. Но, понимаете, в чем проблема? Во-первых, ревность ваша. Если ревность распространяется только на родителей, то получается, что вы с ними пытаетесь соревноваться, вы с ними пытаетесь как бы сравняться в глазах своей дочери. Вы пытаетесь себя саму убедить в том, что вы не хуже, чем они. И вас напрягает, раздражает то, что вы в чем-то своим родителям проигрываете. И здесь речь идет, скорее, о детско-родительских отношениях, ничем о отношениях к ребенку. Хотя и о них мы тоже немножко поговорим в рамках этого ответа. Знаете, причин такого поведения может быть много. Например, вы можете ревновать дочь к родителям, потому что вам, ваши родители, такого внимания не оказывали. И есть обида. Обида на то, что, собственно, вот к вам такого внимания не было. У родителей. Есть и другая причина. Причина, например, такая, что вы чувствуете, что они уделяют все внимание дочери. Опять же, к вам этого внимания меньше. Есть и третья причина. Это причина, как бы, если родители у вас достаточно такие вот, ну, они вам говорят, что вы неблагодарные, значит, они, скорее всего, вас как-то подавляют в данном случае. И, скорее всего, это подавление, оно происходит не первый раз. То есть подавление такое уже было. И вы чувствуете, что родители ваши, как будто бы, пытаются вас подавить. То есть стать для вашей дочери родителями вместо вас. То есть так как они подавляли вас в детстве, так они теперь пытаются подавить и вас сейчас. Ну, уже, как бы, по машине в дочери. То есть моментов здесь. Ну, как быть, другие варианты. То, что я привел, это лишь, как бы, ну, такие, знаете, типовые примеры. Можно, в принципе, еще приводить примеры. У вас может быть своя ситуация и свои отношения с родителями, но факт тот, что у вас с ними проблемы. То есть вы не чувствуете, что ваши родители прям вот как-то с вами в согласии и в едином ключе действуют по отношению к дочери, да. То есть не прислушиваются к вам, там, балуют дочери и так далее, и так далее, и так далее. Как варианты, еще один пример, вы обращаетесь к тому, что у вас есть свои идеалы. Ну, я имею ввиду идеалы, там, семьи, моральные идеалы, личностные идеалы, ценности и так далее. А родители свои. И родители таким образом навязывают дочери свои идеалы. Вы боитесь, потому что, и рисуете, потому что идеалы родителей вам не нравятся. Понимаете, в чем дело? Ребенок, и это не единственный случай, очень часто хочет к тем родственникам, где ему хорошо. Вы знаете, у меня даже в детстве была такая шанс, когда к нам приезжал мамин брат. И он, этот мамин брат, всегда очень много всего привозил. Это был телевизор по тем временам, очень дорогой, и там игровая приставка, куча слабостей и всего такого прочего. Естественно, я, будучи ребенком, ждал приезда мамин брата, когда очень-очень сильно. Потому что для меня это было вот как праздник. То есть для ребенка нормально хотеть туда, где ему лучше. Это естественно, потому что ребенок эгоцентрист. Он считает, ребенок до определенного возраста, примерно до семи лет, может быть до шести лет, Он считает, что он центр вселенной. И он, как центр вселенной, как бы имеет право на то, чтобы все делали только ради него. И, как бы, как бы, кто-то в семье всегда обязательно этому способствует ипотакай. И ребенку это нужно. Вы понимаете, ребенку это нужно. Вот что я прочитал, как бы, из вашего письма. Я прочитал, что у нас попроще стульчик. Так как для кормления стул подарили дорогой. Значит, дома вы заняты делами и постоянно с ребенком быть вы не можете. То есть что происходит? Вы как бы сравниваете себя с родителями. Но первый вопрос возникает такой. Зачем вы себя сравниваете с родителями? Почему вы себя сравниваете с родителями? А у родителей своя жизнь, свой быть, свои идеалы, свои взгляды. У вас все свое. Зачем вы сравниваете? Это первый вопрос. Это вопрос про уверенность в себе. Второй вопрос. Для ребенка нужно, чтобы вы действительно оставляли его одну. Для ребенка нужно, чтобы вы ее читали с ней. Для ребенка нужно, чтобы у нее было что-то попроще. То есть не приучать ее постоянно к роскоши, к каким-то моментам. Это правильно. Но! Ребенку нужен и практик. То есть вам с людям не нужно развлекать так ребенка. Потому что у вас другое направление. Вот вам уже коллега моя сказала, что каждый человек в семье выполняет свою роль. Это очень, как бы это сказать, очень схематичное определение. Понимаете, в чем дело? Вы с ребенком живете все время. Постоянно. И естественно, вы не можете и не должны развлекать ее. Развивайте своя жизнь. Вам нужно заниматься собой. Вы хотите там и свои дела поделать, и по дому дела поделать. И с мужем побыть и прочее. А у родителей ваших, которые дедушка и бабушка, у них свободного времени гораздо больше. И ребенок для них это отдушина. Знаете, отдушина. Они не пытаются сейчас вас подавить. По крайней мере, они могут использовать модели поведения, как бы предназначенные для вас ради. И на данный момент тоже. Но они делают это скорее всего не специально, не особенно. Просто реально получаю удовольствие от того, что они могут делать что-то для дочек. Далее. У каждого человека есть свое представление о том, что нужно делать для другого, для того, кого любишь. И если для вас это почерпать, провести время, поиграть, то для ваших родителей это подарить подарки. Ну вот такие люди. И этих людей вам не изменить. Вам нужно принять это. И научиться использовать. Использовать себе во благо. Подарили. Хорошо. Пользоваться или нет, это ваше право. Уже вы можете использовать все. Можете использовать что-то. Это уже ваше право. Тем более пока. Вот. И, возможно, вам имеет смысл разговаривать с дочерью. И уже сейчас объяснять ей прям простым языком, почему родители это делают. Кстати говоря, очень интересно действительно, почему они это делают. Скорее всего, потому что либо у них такой взгляд, потому что они так принимают заботу. Либо чтобы вас как-то дискредитировать. И если второе, то это уже детско-родительские отношения, как я уже сказал. И вам необходимо понять, что родители и кто угодно еще могут сколько угодно у вас стараться дискредитировать. Правда в том, что вам нужно знать свои достоинства, свои плюсы, свои недостатки и уметь принимать их. И у меня такое чувство, что определенные свои черты, ваши черты, как семьи и как отдельного, вы в себе не принимаете. И, может быть, это связано с родителями, может быть, это связано лично с вами. А с этим еще нужно разбираться. Но, тем не менее, правда заключается в том, что если имеет место быть второй момент, да, что родители пытаются вас дискредитировать, то нужно работать с уверенностью себе, причем именно вам. И именно начиная с детского периода. То есть, с того момента, когда родители вас начали подавлять. Почему? Как иногда? И вам необходима личностная родительность. Верность – это отсутствие личностного роста, недостаток личностного роста. Недостаток осознавания своей, то есть, вашей собственной ценности. Как бы, ощущение себя хуже, чем другие. А хуже, чем другие, вы ведь не можете. Потому что каждый человек по-своему уникален, и у каждого человека есть свои положительные черты. Это не пустые слова, это действительно очень важный момент. Далее, для ребенка, как я уже сказал, нужно все. Что-то для ребенка, ребенку нужен такой праздник. Несколько раз в году, и в этом нет ничего дурного. И вам, я рекомендую, вот у вас есть по сути два варианта, два варианта решения проблемы. Первый вариант решения проблемы – это такое, что вы ставите во главу угла полезность для ребенка. То есть, понятно, что если бы вы жили у бабочки и дедушки постоянно, то дедушка и бабочка бы девочку разбаловали бы. А так вы живете у них, в принципе, недолго, и разбаловать они ее не успеют. Да, они только создадут у нее, у девочки, но образ того, что дедушка и бабушка – это такие люди, которые могут дать все. И, естественно, она будет к ним стремиться, она будет каждую поездку именно как праздник. И это здорово, для ребенка нужны такие чувства. Не постоянно, но именно как праздник. А праздник не может быть сейчас. И это для ребенка полезно. И если вы будете руководствоваться тем, что для ребенка полезно, то вполне возможно, ваша проблема уйдет. И вот, по-моему, все каждый раз, когда вы испытываете ревность, вы спросите себя, а ребенку-то хорошо, хорошо, если вы любите ее, то порадуйтесь. Порадуйтесь за нее. Порадуйтесь. Посмотрите, как ей хорошо, как она счастлива. Разве не этого хочется родить? Придет время, вы уедете, и все придет в норму, вы будете воспитывать ее в своем русле, в своих направлениях. И она будет той, кем вы ее воспитаете, но не той, как на нее влияют родители. Потому что родители с ней проводят меньше времени, а ваши родители, я имею в виду. И вот это нужно понимать. И так второе направление. Это направление, как я уже говорил, сравнение с вашими папой и мамой. Здесь все. Начинает уверенность в себе, заканчивая тем, например, что вы как будто бы не принимаете свое материальное состояние. То есть у вас, например, проще стульчик. Ну проще стульчика и что? Ну будет теперь у него стульчик получше. И что дальше? Если вы будете воспитывать ее духовно, у ребенка не будет привязки к вещам. Но для этого вам самой нужно перестать привязываться к вещам, к материальным ценностям. Не важно, какой стульчик у ребенка, дорогой или попроще. Важно, кто с ребенком. Важно, как не важно. Важно, что ему дают. Важно, как ведут себя родители. То, что вы делаете сейчас, сравниваете себя, как будто бы не принимаете своего положения материального и прочее. Вот это на ребенка положительного влияния не окажет никак. И это то, о чем вам нужно также очень крепко подумать. Потому что, видите ли, сообщение у вас небольшое. Вопрос у вас тоже небольшой. И как бы вы просите разобраться, но не говорите разобраться, в чем? В вашей ревности к ребенку, в ваших отношениях с родителями. Лично я думаю, что и то, и другое, и скорее всего, отношения с мужем тоже. Почему? Потому что, видите ли, вы создали семью с мужем. У вас появился ребенок. А вы почему-то не чувствуете себя, ну, скажем так, комфортно, защищенно, уверенно. Ведь вы сравниваете себя с родителями. И вопрос в том, откуда берет начало эта неуверенность в себе. Либо в родителях, в отношениях с ними. Это отдельный большой пласт, который нужно разбирать. Либо в отношениях с мужем. Это тоже отдельный пласт, который нужно разбирать. Либо в отношениях к ребенку. Это тоже отдельный пласт, который нужно разбирать. Понимаете? Вот именно ваша ревность, как стремление к эгоизму, как проявление собственничества, как проявление неуверенности в себе требует именно такого анализа и именно такого разбора. То есть, предположим, если у вас с родителями все было хорошо. Предположим, если родители вас воспитывали в любви, в обеспеченности так, как они сейчас это делают с вашим ребенком. Предположим, что конфликтов с ними никогда не было. Ну, естественно, естественно, некоторые родители, некоторые дедушки и бабушки очень активными становятся, когда рождается внук или внучка, потому что это для них шанс вновь побывать родителями. Я об этом уже сказал. И если это так, то, естественно, проблема не в родителях. Тогда проблема в чем-то другом. Например, проблема в ощущении вами того, чего вы добились. В ощущении вами себя и своего мужа. Ну, главным образом себя в данном случае, конечно. Если же проблемы у вас с родителями были и раньше, то тогда скорее всего сделаем их. И где лежит ответ на вопрос? Это может быть пласт обид, это может быть пласт сравнения, это может быть пласт разногласия, это может быть пласт вашего стремления быть такой же, как они, как наши родители, но из-за невозможности возникновения невротического состояния. Может быть так. Понимаете? То есть вы, стараясь быть похожи на своих родителей, я в данном случае говорю, в данном примере, вы тесняете себя настоящего, ну, как, которая вы есть. А поскольку такой, как родители, вы стать не сможете, потому что вы другой человек, у вас возникает вот эта вот проблема. Ага. И в этом контексте нужно сказать ваше отношение до рождения ребенка. То есть какие у вас были отношения с родителями до рождения ребенка? Как вы себя чувствовали? Было ли что-то? Ну, вот. Если после рождения ребенка это началось, соответственно, опять же, в чем именно? На что направлен ваше рождение? Вот по вашему тексту, это сравнение у себя с вами с родителями. По вашему тексту это неуверенность в себе, как мать. То есть вы, говорите, что мы не можем, не можем так развлекать ребенка? А зачем его так развлекать? Почему вы должны его развлекать? Вот что клоуны какие-то, чтобы развлекать от себя, на ребенка не очень понятно? Ага. То есть мы не уверены в себе, как родители, Если вы не уверены в себе, как мать. Для того, чтобы быть уверены в себе, как родители, необходимо четко понимать ценности, которые для вас важны. То есть, для примера можно привести такую ситуацию. Если я, например, придерживаюсь линии поведения А, то я не могу привить ребенку линию поведения Б. Потому что линия поведения А, так или иначе, даст о себе знать. И линия поведения Б будет постоянно перевиваться линией поведения А. И в лучшем случае ребенок получит некую смешанную линию поведения, но, скорее всего, ребенок будет познательно, даже как и вы, скрывать свое истинное поведение ради чего-то. Понимаете? То есть, вы не можете дать ребенку тех ценностей, которых вы сами не придерживаете. И вот для того, чтобы быть теми родителями, которых ребенок, ребенок, ваш достоин, не нужно его постоянно развлекать. Не нхучно его баловать. Не нужно покупать ему дорогих вещей. Все остатки от вас требуются забыть самим и с собой. И давать ребенку то, и вести себя с ребенком так, как вы считаете нужным. Как вы считаете нужным. А другие пусть делают так, как они считают нужным. Но если вы видите, что по какой-то причине, неважно по какой-то причине, то, что делают другие ребенку вреди, вы вправе, пока ребенок зависит от вас, то есть пока он не достиг 16 лет или 18 лет, вы вправе этих людей исключить. Их жизнь ребенка. Понимаете? Вот так вам нужно действовать. А хорошие родители, это не те, которые задали его. Хорошие родители, это те, которые выходно находят ребенка. Ребенок что получает от бабушки и дедушки? Подарки. Ребенок что получает от бабушки и дедушки? Веселье. Ребенок что получает от бабушки и дедушки? Какие-то знаки внимания. Но когда ему станет плохо, если ей станет плохо, я уверен, она будет ходить только к вам. И вот это нужно понимать, если человек задаривает, если человек постоянно только развлекает и играет, то это значит, что больше ребенку ему дать нечего. А это значит, что ребенок никогда не получит от таких людей то, с чего он достойный. И вот эту ценность, вашу ценность для ребенка, я предлагаю вам осознать. В принципе, этого вполне достаточно для того, чтобы вы позволили родителям быть собой, а себе также быть собой. Но если у вас есть какие-то проблемы, я имею ввиду, если у вас есть проблемы с родителями, если у вас есть проблемы с уверенностью в себе, если у вас есть проблемы с мужем, то с этим я вам предлагаю разобраться, потому что это будет прогрессировать, это будет все больше и больше влиять на вашу жизнь и вместе с тем влиять на ребенок. Я вам дам небольшую рекомендацию по поводу того, что нужно делать для снижения неуверенности в себе. Значит, ну это вот на случай, если у вас все-таки имена, я думаю, что ревность сама по себе как бы подразумевает наличие как раз неуверенности в себе. Вы напишите на листке бумаги свои положительные стороны, той рукой, какой вы лучше владеете, соответственно, если вы прав, сейчас пишите эти стороны справа, это листка, то слева. А с другой стороны, вы пишите свои негативные качества. Негативные качества вам нужно разбить на две части, те, которые являются ситуативными, то есть негативные качества вроде тех, что в одних ситуациях плохие, в других ситуациях хорошие. Яркий пример, это моя балклина, например, вот, это очень яркий пример, то, что я много говорю. И когда я много говорю, это помогает иногда, это хорошее подспорье для работы, но часто, не менее резко, это может быть и негатив. Из-за того, что на это можно считать недостатков, но это недостаток такой, который я не хотел бы потерять, потому что он мне помогает. Понимаете, вот такие недостатки вам нужно выделить. Далее, следующий тип недостатков, недостатки, которые чисто только имеют негативную сторону. Ну, например, вспыльчивость, например, агрессивность, что-нибудь еще. И вот уже с ними вам нужно работать. То есть подумать, как можно оккупировать эти самые недостатки, не подавить их полностью, не именно оккупировать. То есть принизить значение. Для этого необходима подстановка задач, определенных задач и выполнение этих самых задач. А чтобы выполнить задачу, необходимо проанализировать требования, условия и средства для выполнения этих задач. И вот такая работа вам представить. Можете эту работу сделать с мужем. Это очень увлекательное занятие, знаете, на обязательных ходе истока обменяться ими, почитать и посмеяться. Но в действительности вам это нужно сделать серьезно, без шуток. Чтобы понимать, в чем именно вы не уверены в себе. И понимая это, уже можно будет регулировать свою деятельность в контексте купирования этих вот чек, о которых вы в себе не уверены. И тогда у вас все будет хорошо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если вы решите написать дополнение, пожалуйста, напишите мне в личку о том, что вы это сделали. Я его тогда прочитаю и, соответственно, дополню свой ответ. Я желаю вам всего доброго, удачи и принятия верного решения относительно того, в какую сторону вы будете двигаться для решения своей проблемы.